У нас был двухнедельный перерыв ввиду предвиденных еврейских праздников. Прошу за них прощения. Дай Бог. Ты имеешь в виду пили, пили, не допили, да? 262-я страница, и мы продолжаем 42-ю главу. 262-я. В двух словах чуть больше из него не сделано повторения, так как мы обсуждали на прошлой неделе, на прошлом уроке достаточно сложный момент, и две недели, учитывая количество алкоголя, выбили из нас наверняка память о том, что мы обсуждали. Итак, о чем говорит 42-я глава? Основная идея 42-й главы это в том, как достичь восприятия Всевышнего как объективной реальности. Как ощутить Всевышнего так же, как мы чувствуем свои руки, уши, нос, глаза и так далее. То есть как мы ощутяемся, что что-то абсолютно неотъемлемо. И на самом деле начали мы эту главу с того, что мы задали вопрос нашему уважаемому Мойшу Робейну, который сказал, что все, что от нас требует, это только бояться Бога. Читаем в конце Тора, в книге Дворим, о том, что Мойшу говорит, обращается к еврейской ноге, что все, что я вас требую, это только бойтесь Бога. И, естественно, мудрецы спрашивают о Милтазутре, что это такая простая вещь, бояться Бога. Люди могут провести всю свою жизнь для того, чтобы вообще как-то развивать себя самого, стремиться к этому, чтобы вообще прийти к самопониманию того, что бояться Бога. А Мойшу Робейну говорит, что after all, саха коль, да, все, что я вас прошу, всего лишь бойтесь Бога. И Гемора отвечает, что для Мойшу Робейну это действительно расплюнуть. Действительно расплюнуть бояться, для него восприятие Всевышнего, он с ним тет-а-тет, так сказать, разговаривал, для него это было очевидно, да, он, как мы обращаемся друг к другу, он обращался к Богу. Да, поэтому мы читаем в конце прошлой нашей главы, что Мойшу Робейну спустился у него, там вся его кожа светится, лицо светится и так далее, потому что, как написано в Вело Ирине Адам Вехай, да, то, что никто не может меня увидеть и остаться в живых. И Мойшу Робейну, единственное, как мы знаем, он видел только затылок, затылок Всевышнего, точнее говорит, что он видел, знаешь, объясняет, что он видел узел, узел тфелин, да, далитка, то, естественно, далитка. А что ты думаешь, что он видел, квадратик? Ну, не, Мойшу Робейну сказал, что ты сможешь увидеть только Ахарид, да. Ну, там есть много объяснений, что именно на самом деле он видел, но понял заключается в том, что для Мойшу Робейну действительно эта боязнь, боязнь, боязнь была чем-то простым. И это ответ, который устраивает Геморру. Для Алтер Эбе, для автора этой книги, это недостаточный ответ, он говорит. Да, это действительно для Мойшу Робейну это очевидно, что бояться Бога – это ерунда. Но, но, говорить о том, он-то обращается не к себе самому, он-то обращается к еврейскому народу, значит, если он обращается к еврейскому народу, значит, он должен говорить на языке того, кто его слушает. Если для него, может быть, это ерунда, бояться Бога, но для еврейского народа это совсем не ерунда. Поэтому, как он может требовать от еврейского народа то, что для нас совершенно не ерунда и не так легко. И все, да. Боязнь – это установка растения. Но есть одна часть, есть часть работы, которая заключается в богобоязнице, без нее невозможно. Если заключается в линии, то, к чему мы приходим в конце этой главы, это сур-мира, работа, значит, на сур-мира в ассетов. То, что написано в Таэлиф, что «даляйся от зла и делай добро». Может быть, общие фразы, но имеется в виду, что сур-мира – «отдаляйся от зла» – это имеется в виду все запрещающие заповеди, которые запрещены, потому что это нехорошо, да, и может быть больно очень потом. А «делай добро» – это повелевающие заповеди, да, за невыполнение повелевающих заповедей это наказание совершенно другое, по некоторым вообще нет наказания. Но мы бесспорно не говорим о наградах и наказаниях, ни об этом идет. Я говорю на ошибках в переводе «не удаляйся, а дистанция» – это разные вещи. Потому что трепет – это дистанция, а это не то, что ты хочешь удалиться. Нет, имеется в виду не то, что ты будешь далеко от Всевышнего, имеется в виду, что установка дистанции, помните, мы говорили о уважении, об ответственности? Да, имеется в виду, когда ты устанавливаешь дистанцию, это значит, что ты принимаешь на себя ответственность в выполнении желаний Всевышнего, да, то есть ты входишь в серьезные взаимоотношения со Всевышним. Да, как мы приводили в прошлой главе о том, что если нету боязни, если нету трепета перед Богом, боязни Всевышнего, то это флирт, это не любовь. Любовь без боязни не может быть. Для того, чтобы были серьезные взаимоотношения, должна быть установлена дистанция, да, и должна быть установлена близость, это все должно быть находиться в балансе. И это наше взаимоотношение Всевышнего, которое строится на этом балансе, который мы называем Каваной, если мы вернемся еще на 29 главу, когда мы начали только говорить о Каване, о том, что Кавана состоит намерение, наше выполнение Запада состоит из двух частей – любовь и трепет. Так, теперь это то, что сохраняет баланс наших серьезных взаимоотношений с Богом. И Алтареба говорит, как же нам достичь того, чтобы понять, что значит мой шарабен, говорит, что бояться Бога – это ерунда. Да, бояться Бога – это доступно каждому. Он действительно имел в виду, что бояться Бога – это доступно каждому, а не то, что бояться Бога – это ерунда. Почему? Потому что именно в этой главе, и мы к этому пришли на прошлом уроке, он доказывает о том, что… И сегодня мы будем о том говорить очень много, он доказывает то, что бояться Бога – это на самом деле богобоязнь заложена в каждом из нас. Кем бы ты был там атеистом, пацифистом, мы не будем употреблять нехорошие слова, боязнь Бога заложена в каждом. И это основная причина, что евреям нельзя вылечиться от того, чтобы быть евреем. То есть это болезнь на всю жизнь, это хроническая болезнь. Да, ты не можешь перестать быть евреем, потому что так мы, by default, так мы сотворены в том, что мы боимся Бога. Мы можем это засунуть куда угодно, но это у нас остается изначально. И это то, что имеет Машаравен, он говорит, что нам это элементарно. Он говорит, что это заложено в каждом из нас. Это заложено в каждом из нас, нам не нужно ехать куда-то, искать что-то для того, чтобы это найти. Да, есть другие уровни работы на Всевышнего, о которых, если вы помните, мы говорили о том, что существует два уровня каваны, два уровня намерений, точно так же, как два духовных мира, Брия и Осея, которые одновременно являются высшим и нищим ганаидом, которые определяются как интеллектуальный и эмоциональный ганаиден, интеллектуальный и эмоциональный рай, соответственно, интеллектуальная и эмоциональная кавана. И как мы правильно помним, какая Кавана выше, интеллектуальная или эмоциональная? Абсолютно верно, естественно, интеллектуальная. Почему? Потому что эмоционально эти эмоции заложены в нас изначально. И это то, о чем говорит Моша Рабен, мы просто в себе это вырабатываем. Которые мы это интеллектуально, Каване, это что-то уже, что приобретено, это уже изменение своей собственной природы, это уже... Да, это не для простых смертных. Да, дорогой. А почему Моша Рабен не мог сразу напрямую, напрямую, насколько он мог? Ты хочешь сказать, что он не может опуститься до нашего уровня? Может быть. Если ты помнишь, я не помню, был ли тогда ты на уроке, когда мы говорили о том, что Моша Рабен перед своей смертью попросил, чтобы ему показали самого большого мудреца? А ему показали Раби Акива, и он на уроке Раби Акива не помнил ни одного слова. Почему? Потому что Раби Акива мог это донести в понятном языке для тех поколений. Моша Рабен не всегда для своего поколения мог донести в понятном языке. Одно из объяснений того, что говорится, что Моша Рабен был косноязычный. Знаешь, что он косноязычный? У него были губы обожжены. Помнишь? Знаешь, что история, что он там тянул угли в рот, когда был ребенком? Да, это имеет... Но он плохо говорил. Заикал, что... Это некосноязычный? I'm sorry. Он нечетко, он не мог говорить. Правильно, он не четко выговорил. Одно из объяснений, это не то, что он физически не мог выговорить, это то, что он не мог найти правильные слова, чтобы на институте оппонента. Потому что для него это все было clear, для него все было очевидно. Для него были первые запады. Для него это все, вот вся Тора, вот все мироздание. И для него было понятно, почему нельзя кушать Макдаунс, когда он получил вторую заповедь в Торе. И все, для него больше ничего не нужно было. И теперь поэтому то, что он сказал, он сказал на своем уровне наиболее доходчиво, чем... Он говорит, ну это же ерунда. Это же не то, что вам нужно где-то искать, работать, зарабатывать и так далее, создавать. Нет, это есть у каждого из вас. Для него это было очевидно. Если есть у каждого из вас настолько очевидно, то значит это ерунда. И это то, о чем мы говорим, что это восприятие Всевышнего как что-то очевидное. Как что-то само собой разумеющее. Помните, мы говорили о миноре, где центральная ось это Мой Шарабейн? Мой Шарабейн был именно этим связующим звеном. Именно потому, что для него все его существо было... Мой Шарабейна такого человека, можно сказать, вообще не было. Был только передача информации. Ну, не духовный, просто он. И Алтаре вы говорили, для того, чтобы... То есть, когда мы поняли, что это в каждом из нас находится, для того, чтобы проявить, есть два этапа. Первый этап – это установка правильных приоритетов. Или, другими словами, абстракция от своего материального начала. На более сложном языке. Или на более простом, кому как. Что имеется в виду? Что душа в этом мире находится в оболочке тела. Она по-другому не может находиться. Только благодаря телу она здесь находится. Тем самым она лимитирована в своем проявлении в этом мире. Не столько, сколько в проявлении, а в своем влиянии на этот мир. Почему? Потому что первоначально то, что на поверхности воспринимается все телом. Воспринимается нашими внешними физическими эмоциями, органами восприятия и так далее. И только потом, через переработку, это подходит до нашей души. Но на самом деле мир был сотворен, в первую очередь, для души, которая может его исправить, которая может здесь находиться. Соответственно, первый этап для того, чтобы найти в себе вот эту вот заложенную богобоязненность, это абстрагироваться от своих материальных рамок. Или, вернемся к более простой формулировке, правильно поставить приоритеты. Что для чего вообще существует? Что первое, что главное, что второстепенное. Я приведу простой пример из жизни, когда я еще работал в Израиле, в большой компьютерной компании. То со мной работала одна девушка, которая не могла о себе понять в то время, она религиозная, нерелигиозная. Она была из религиозной семьи, она была technical writer. Я там занимался application definition, поэтому мы очень много с ней работали вместе. У Риты ее звали, как сейчас помню. И она говорит, что вот, да, коша для нее это железная, она соблюдает кошу. Но, она говорит, я не могу отказаться от вина. Я пью некошерное вино, вот когда я прихожу в гости, они ко мне приносят друзья, я с ними пью некошерное вино. Я ее спрашиваю, что, то есть я не хотел сразу там испугать, что лучше кушать свинину, чем пить некошерное вино, да. Но, что действительно, нет такого понятия лучше или хуже, но есть очень мало вещей, которые более некошерные, чем некошерное вино. Она сказала, ну просто, она говорит так, что я не понимаю, нужно ставить правильные приоритеты. Ведь мы соблюдаем кошерное, как бы, что важнее, общение с друзьями или кошер. Для меня общение с друзьями важнее. Я говорю, ну какое отношение общение с друзьями имеет к вину? Да, то есть у меня тоже много друзей, я как бы общаюсь с ними без того, чтобы пить вину. Ну, да, слава богу, потому что мы пьем в виске. Да, я знаю больше. Очень интересно, потому что вино определяет друзей. Окей, может быть, но... В чем здесь поинт? То есть у девушки были неправильные приоритеты. То есть на самом деле, если разобраться, мы потом с ним поговорим, она говорит, что там, она подумает об этом и так далее. Но даже логически понятно, что у нее неправильный приоритет. Общение с друзьями – это замечательно, но вино здесь ни при чем. Получается, что в первый приоритет нам ставится вино, как таковое, просто вино. Без связи какой-либо с выполнением заповеди, с кошером, с общением с друзьями и так далее. Это первый этап, о котором говорится. Правильная расставка приоритетов. Что для нас важнее? Да, семья или работа? Это, кстати, тоже та же самая логика, та же система, та же самая формула работает. И после того, как мы смогли абстрагироваться и правильно поставили приоритеты, после этого идет уже то, что в нашей религии, хотя и в нашей религии тоже, это называется медитация. Идет уже работа души, идет интеллектуальная концентрация на величии Всевышнего. Это все очень странно звучит, но на практике это еще гораздо сложнее, чем это звучит в словах. То есть имеется в виду, что после того, как твоя душа имеет больше выход наружу, научиться медитировать в данном случае, а это то же самое определение медитации в любой религии, в течение продолжительного времени концентрироваться на одной идее, на одной мысли, на одном понятии. Полностью как бы пытаться абстрагироваться от всего остального. И это второй этап. После, то есть что делает этот этап? Этот этап строит лестницу, так сказать, для души наружу. Пробой она прошла, теперь есть лестница. После того, как пройден этот этап, тогда, говорит Алтаребе, это очевидно, что каждый человек может найти в себе это даст, это даст, это знание, это ощущение Всевышнего, ощущение Всевышнего как объективной реальности. Как это что-то очевидное, что не может быть ничего другого. И здесь мы на прошлом уроке вошли в одну очень сложную дилемму, в очень сложный парадокс, который мы сказали на прошлом уроке, ему больше всего внимания уделяется в наших каббалистических книгах. И, как я сказал, если кто-то, вы кому-то пошли на уроки каббалы, и он не затрагивает эту тему, значит, он преподает что-то не то. Основной вопрос, который обсуждается практически во всех каббалистических книгах и в хасидских книгах, во всех, это понимание Всевышнего, понимание нашего взаимоотношения со Всевышним как односторонних взаимоотношений. Что имеется в одностороннем взаимоотношении? Всевышний нас сотворил, Всевышний сделал этот мир, Всевышний нас отдал. И все, что происходит в этом мире, оно происходит под влиянием, не просто под влиянием Всевышнего, это и есть Всевышний. С другой стороны, написано, что до того, как Он сотворил этот мир, и после того, как Он сотворил, Он никак не изменился. И любые самые крупные катаклизмы и самые мелкие вещи никак не влияют на Него абсолютно. То есть, этого как будто бы не существовало. То есть, это одновременно и двустороннее взаимоотношение Всевышнего, которое мы должны воспринимать, что мы выполняем Его желание. Значит, Ему что-то колышет, Ему что-то от этого, Он что-то от этого имеет. И мы постоянно говорим о том, что есть нахас, о том, что Он получает наслаждение от того, что евреи делают филин, о том, что женщина зажгла свечи, о том, что мужчина сделал облизание и так далее. Значит, Он получает удовольствие, потому что мы выполняем Его желание, как отношение между людьми. Когда ты выполняешь желание близкого тебе, человеку, ты, естественно, доставляешь ему тем самым удовольствие. С другой стороны, как же понять то, что по отношению к нему ничего не существует? Образно выражаясь, я сразу говорю, ответа на этот вопрос не будет. То есть, если кто-то хочет, я, по-моему, в субботу утром перед Шахарьсом это обсуждали, я говорю, что есть Маймор, один из самых хрестоматийных Майморов в хасидизме, Маймор Ребра Шаба от Редата Москвы, где он объясняет сочетание между охватывающим светом и наполняющим светом, Всевышним безграничным, и Всевышним ограниченным. То есть, вопрос в том, как может быть, если Всевышний, он безграничный, как мы можем сказать, что он ограниченный? Значит, это уже не Бог. Понятен вопрос? Или другими словами, этот вопрос нам часто грузят, другим, может ли Бог сотворить камень, который он сам не может поднять? Ответ – да. Дальше обсуждения не будет. Это на самом деле тот же самый вопрос. И пришли мы к этому, и сейчас мы вернемся к тексту, из-за того, что мы объяснили, что то восприятие, очевидно, восприятие Всевышнего, о котором говорит Алтар Эбе, на котором основывается наша боязнь перед Богом, оно восприятие, оно точно так же, как взаимоотношение между душой и телом. Что душа и тело, мы не можем разделить душу и тело. Мы не говорим сейчас о всяком без, как аура, шмаура, бла, 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 нет. Мы говорим о том, что в еврейском понимании является душой, и то, как она одета в этом теле, и мы знаем, что единственный мостик взаимоотношений между душой и телом в этом мире – это три одежды души, это мысль, речь и действие. Это единственное соприкасание, где мы можем увидеть, что есть какое-то расстояние между душой и телом, есть переход от души к телу. На самом деле, они абсолютно неразъединимы. Точно так же, как душа полностью ощущает свое тело, потому что без него находиться в этом мире она не может. Точно так же, тело без души – это труп. Абсолютно верно. Точно так же, он не может находиться. Точно так же, как у души есть очевидное восприятие необходимости и полноценности всего, что у него есть, это тело, точно так же, у тела есть восприятие души. И мы объяснили, как это со стороны человека, как таким образом воспринимает Всевышнего. Я просто приведу последний пример, который мы приводили давно, разница между эмоциональной и интеллектуальной любовью. Мне кажется, что достаточно хорошо проявляет, что больше, какая любовь сильнее, любовь к Родине или любовь к Шеницелю. Мы пришли к выводу о том, что естественно, гораздо более сильная, осознанная любовь – это любовь к Шеницелю. Потому что любовь к Родине – это вещь абсолютно абстрактная. Ты не можешь показать объект своей любви, ты не можешь сказать, вот я люблю Бус, я люблю. Точно так же отношение к Всевышнему. Наше отношение к Всевышнему должно строиться на осознанном отношении. Вот тот Бог, которого я люблю. Мы, кстати, на последний шаг, в пятницу мы как раз обсуждали, если не ошибаюсь, эту тему, когда Муше попросил Всевышнего и показать ему Бога. Да? Муше попросил Всевышнего, чтобы он поверил. Да, 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 да. Именно так. Зал с собой. Ну да. Но он сказал, это замечательно. Мы знаем, когда Муше спросил у Всевышнего, Реба объясняет это, Муше спросил у Всевышнего о том, где Бог, где ты Всевышний, да, покажи мне Всевышний. Он говорит, я везде, я везде. Он говорит, окей. This far we got, да, у нас есть уже Бог, который везде. Покажи мне Бога, который где-то. Так вот это уже тот уровень, о котором он говорит здесь, Алтареба. Когда мы воспринимаем Бога, не который везде, а который где-то. Я думаю, что у нас после этого идет? После того, как он попросил, что идет сразу? Заповедь о Шабасе, заповедь о Кошере, заповедь о праздниках. Посмотрите, в Толе так же и написано. Как только он попросил, он говорит, пожалуйста, хочешь Бога имей? Дальше. Итак, продолжим. Продолжим в тексте, 262-я страница. Я посчитаю, какая там строчка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, седьмая строчка сверху. Бог, я обязательно должен сказать в очередной раз ту историю, которую я, по-моему, на пулемер рассказывал про своего одного друга. То, что сейчас Бог сказал, что я уже второй год имею. Если кто был у меня дома, то я рассказал про одного своего друга, который сейчас религиозный человек, но он пришел в Одессе в девяносто первом году. Мы его из еврейского лагеря привели, который пульом лежал головой в тарелке пьяный и плакал. Господи, чего ты плакаешь? Что ты платишь? Он сказал, я уже третий месяц жду Машеха, он все не приходит. Вот так это уже, уже два года. Что же мне Леон Грискер рассказал? Он говорит, что Машеев скорее всего будет мяснагином. Почему? Потому что если он будет хабаником, то мяснаг его не приму. А если он будет мяснагином, то хабаником поплю. Главное, чтобы он уже пришел. Жалко, Юда здесь нет. Я перенам. Ты завтра улетаешь. У меня есть свои дни. Окей. Итак, мы начинаем со слов «Валя Кадошбуху». Но Всевышний, не дай Бог, нету на него никакого влияния, я переведу дословно, но Всевышний ни в коем случае не получает никакого эффекта, не дай Бог, от любых ситуаций, любых событий, любых изменений, которые происходят в этом мире. То есть, если мы сравниваем здесь взаимоотношение Всевышнего с этим миром и души с телом, то есть, по идее, Всевышний – это то, что наполняет этот мир, и наш материальный мир – это его тело, если так провести эту пропорцию. Но, зачем тогда, если это действительно так, ноль в ноль, такой пример, тогда у меня возникает простой вопрос. зачем тогда существует ад? Что ты говоришь? Непонятен вопрос? Почему здесь тогда возникает такой вопрос? Если Всевышний – это как душа в теле, и на Всевышний этот мир некое, все, что бы здесь ни происходило, никак на него не влияет, то, на самом деле, зачем нужен ад? Ад – это осознанное, это очень хорошее место, действительно, в полном смысле этого слова, да, которое приводит нас в порядок, так сказать, перед тем, как мы попадаем в рай, потому что без того, чтобы там причесаться, помыться и так далее, мы, как сказать, в рай не пойдем. Но, если душа – это так же, как Всевышний в этом мире, то, по идее, тогда все, что происходит в этом мире, никакие грехи, никакие наши нехорошие дела, поступки, мысли и так далее, они не должны никак влиять на нашу душу, и тогда они нужны нам. Замечательно, но почему это как-то должно влиять в плохом смысле на душу? У евреи попадают, но там не остаются. Я не говорил, но мы попадаем в рай. Я не говорил о том, что мы не попадаем в ад. А то мне, знаешь, тут уже мои ученики в школе, мне Алекс там хистро сказал, он после меня проводил урок, и мы там, у нас здесь мальчик не обрезаем в классе, мы сделали целый урок там по обрезанию, и там обсуждали, а все остальные обрезки, но это маленькие дети, да, и там сидит, он говорит, не бойся, не страшно, они ему там грузят, на следующем уроке Алик у них ведет там историю или что-то, и на утро мы ели, он говорит, мне там такие, такие с твоего класса сказали, что ты сказал этому мальчику, что если он до 13 лет не сделает обрезания, то потом придет там какой-то ангел с мечом и отрубит ему там все, я говорю, Алик, ты же меня знаешь, я такого не мог говорить. Так что, Герри, не надо мне тут докручивать. Дальше. Так, то есть понятно, что какой ответ? Про ад? Про ад ответ именно потому, что здесь алтареп начинает эту фразу, да, он начинает эту фразу с но, что это хороший пример, с душой, но ни один пример не может полноценно описать парадокс между двусторонними и односторонними отношениями со Всевышним. Потому что Рафштайн сказал об этом на уроке, о том, что это, почему так много посвящено этому литературе, потому что простыми терминами, которые оперирует человеческий мозг, объяснить это невозможно. Потому что человек не может воспринять как какой-то, то есть мы говорили на прошлом уроке обажатло-эффекты, если вы помните, эффект бабочки, физики, в любом описательном, в любой описательной науке любое действие, оно вырабатывает какую-то энергию. Поэтому понять то, что как мы ничто не меняем в этом мире и одновременно еще что-то делать, это очень сложно. Поэтому Аль Тареба здесь говорит, что по отношению к Всевышнему нельзя до конца воспринимать, например, с душой и телом. Потому что душа, да, на нее влияет все, что происходит в этом мире, все, что происходит в теле, любой грех, который мы делаем, даже если мы делаем чубу, даже если мы раскаиваемся после него, он оставляет решим, он оставляет отпечаток на душе. Именно для этого нужен ад, чтобы залатать все эти отпечатки. Когда-то, когда-то, когда-то было гораздо легче, с Божьей помощью в ближайшее время тоже будет легче. Это когда был бейсомик души, была повинная жертва. Потому что вся идея жертвоприношения, она абсолютно не укладывается в рамки этого мира. Зачем? Знаете, вообще-то животных резать, куда слов смотрит Пета и так далее. И при этом вся идея этого хатата, вся идея этой абсолютно не укладывающейся в наше интеллектуальное восприятие заповеди была в том, чтобы в этом мире залатывать те отпечатки, которые оставляли грехи на нашей душе. И тогда ад действительно был бы не нужен. Так? Но со Всевышним это не так. Если человек взял шуву как бы встречается есть что латать, но как бы уже нету, потому что шувы живут. Окей. Есть тысячи, если не сотни тысяч уровней шувы. Одно уровень шувы случайно бутерброд с маслом с колбасой сделал, говорит, блин, зачем? Это все больше никогда. Это один вид шувы. Может быть, это самый сильный вид шувы, я не знаю. Другой вид шувы, когда ты не спишь ночами и говоришь, я не должен был это делать. Вот я до сих пор у меня есть одна вещь, за которую я переживаю. Честно скажу. У нас была ученица украинского школи в Одессе в 19-й. У нее я рассказывал. Я серьезно до сих пор переживаю. У нее была такая болезнь, она была лысая, она ходила в парике. она меня очень сильно один раз обидела в классе, поставила мне двойку, выгнала, я ей потом с окна на голову кошку сбросил. И мне до сих пор стыдно за то, что это сделал, потому что я не знал, я не знал, что она лысая, и в этот момент мне было ужасно жутко, я до сих пор это вспоминаю. Евреи, если помнишь, мы говорили историю про вора, рассказывали. Ты же знаешь главный закон. Нарушение считается нарушением, когда если тебя занимают поймали. Соответственно, есть шуа, которая то, что мы называем мумкадалиба. Мудрецы, уже более поздние мудрецы в Сидусе, они говорят, что шуа мумкадалиба с глубины сердца, которая полностью изменяет природу человека, она все там, никакой хатаз, ничего вообще не нужно. То есть просто для профанации, когда придет муше, нужно привести одну повинную жертву. Но этот шуа, это когда человек действительно становится совершенно другим человеком. Есть такие люди, да? То есть на самом деле этот процесс происходит с любым человеком, который только начинает делать шуу, только начинает приближаться. Почему? Потому что когда на тебя много всего наваливается, у тебя там все открываются глаза, и все начинают по-настоящему переть не по-детски, да? То тебе становится вообще неприятно и непонятно все, что было до того. Да? Я знаю семьи, я знаю семьи, которые там сжигали свои библиотеки, когда они становились религиозными, и потом очень об этом жалели. Да? Но это какое-то, это как судно, которое качает, пока не устанавливается новый баланс. так? Чува мунка да либа это когда ты полностью меняешь свою природу. Да? То есть, вот мы объясняли здесь раньше в Тане, Рафштайнц объяснял такую вещь о том, что одно из примеров, как говорится, чува мунка да либа, что имеется в виду? Что когда мы были маленькими детьми, все писали штаны, да? Но сегодня взрослому человеку представьте себе, что он подписывает штаны, это странно, то есть, как будто бы не с ним, как будто бы с другим человеком было. Вот это шува мунка да либа, это то, как ты меняешь свою жизнь. Все, что было до того, не то, что у тебя какой-то антагонизм к этому, или ты сожалеешь о чем-то, или как мы сидели там в этом воскресенье вечером, один человек говорил, что я вот да, я соблюдаю кошин, но я не могу, вот есть этот торт, как он называется, русский торт, говорит он, сметанник, вот я, вот я не могу, я, 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 я мне с таких усилистов, это не важно, это не вопрос, да, это, это не шува мунка да либа, шува мунка да либа, это когда ты говоришь, а что такое сметаня? Да. Тогда не нужен ни хата, тогда нет никаких отпечатков, и весь ад и рай придумали попы, потому что ты идешь сразу в другие инстанции. Балачу, не у Балачу, нет проблем со свиньей, они понятия вообще не имеют, ни вкус, ни что-то такое, то вернее, нравится. Балуются? Пусть они так балуются, you know. Дальше. Дальше, дальше, да. Шекулам эйнан пуа лимбо шум шину и хас в шалом, что ни кадуко и створи, ничего, что происходит в этом мире, не влияет и не делает никаких изменений всевышним как таковым. То есть, подумайте такую вещь. На самом деле, наш мир, он очень хрупкий. Да, и как вы помните, как объяснял Балшемтов, что такое Ашгохопротис, помните, мы приводили это с листиком, траекторию листа, которая падает, когда Балшемтов пишет, что если бы Балшемтов пишет, об этом там говорит Ликута Дибурим, это, по-моему, приводится, когда он гулял со своим сыном, с будущим лучше, ты не понимаешь, тут не вопрос, Марат, лучше или хуже, в чьих критериях? Не так, лучше, хуже, это уже, это уже, это не, не нету, это зиру. Причем не идет вопрос о том, что мы не должны толкать листья, которые падают с дерева, а идет речь о том, что даже когда мы его толкаем, так было задумано изначально в плане мироздания. Если бы это было чуть-чуть по-другому, если бы мы действительно могли бы на это повлиять, поэтому алтарь бы здесь хас вышел, не дай Бог, то мир бы исчез, то мы просто уничтожали этот мир каждое мгновение. Если бы мы хоть на йоту могли бы повлиять. Это какой-то уже фатализм. Все предопределено. Да. Ну как, у человека есть своя воля, у него есть судьба. Нет, у него нет своей воли. У него есть, у него есть свобода выбора. Но я нахожу. Могу копать, могу нет. Ну тогда свобода выбора не предопределена? Нет. А, ну так значит не все предопределена. А что такое тогда свобода выбора? Ну он-то знает, что мы выберем. Я подошел и начал там ветер создавать, он упал в пределение. Да, он точно так было задумывал на самом начале. Но не в этом свобода выбора. А в чем? Есть только одна фраза, которая в этом говорит? Быть правильником любить гречником. Окей, хорошо. Дам более серьезное объяснение, что такое свобода выбора. Все очень просто. Мы уже объясняли о том, что свободы, есть свободный выбор. Выбор между большим количеством опций. Тебя никто не заставляет выбрать какую-то определенную опцию. Но этот выбор, свободный выбор, он ограничен, он лимитирован к количеству опций. И свободы выбора в присуществовании опций быть не может. Потому что какого бы количества опций не было, он всегда лимитировано этим количеством. Соответственно, соответственно, свобода выбора может быть только у создателя этих опций. свободы выбора может быть только над опциями. Там, где опции, они еще не определены. Когда у тебя нету лимитации опций. Соответственно, свобода выбора может быть только у Всевышнего. Поэтому говорится, что все, что написано в Торе, все, что является иудышкой, все является иудаизмом, в основе всего этого лежит свобода выбора. Почему? Потому что так, как только у Всевышнего может быть свобода выбора, а каждый еврей, который приходит в этот мир by default, у него есть пять уровней души. И на самом глубоком пятом уровнем души это является неотъемлемой часть Всевышнего как такового. И на этом уровне опций не существует. На этом уровне ты стоишь над опциями. И именно на этом уровне поэтому только у нас остается право пользоваться этим уровнем души или не пользоваться этим уровнем души. Быть правильником или быть грешником. Подняться над опциями или выбирать из опции. И поэтому он в Йонг-Кипр все без исключения получают прощение. Почему? Потому что Йонг-Кипр это единственный день в году, когда автоматически этот уровень души проявляется в этом мире. На этом уровне души нет ни опции, ни ада, ни рая, никаких отпечатков, никаких преступлений, никаких наказаний. Всевышний смотрит на наши души и говорит, какие мы замечательные, какие мы хорошие и всем дают прощение. Кстати, быть перееханным машиной в следующем году это тоже прощение. Могло быть хуже. Можно логически понять? Тут еще мудок. не поэтом. Это вопрос. Почему нам надо сделать паститься, молиться, если мы получаем прощение в любом душе? Потому что эта часть отвечает только наше взаимоотношение со Всевышним. А вот взаимоотношение с людьми это уже остается здесь. Кого? Да. Если ты есть, помоги. Окей. Итак, дальше, поехали еще. Еще чуть-чуть. И для того, чтобы это хорошо понять нашими мозгами, говорит Алтарев. Уже много писали об этом мудрецы, истинные мудрецы, а в Танине, когда говорится истинные мудрецы, писали в своей книге или мудрецы истинные, правильно перевести, это имеется в виду в каббалистических книгах, то есть идет речь о, в данном случае идет речь о Рамаке и Микуболем Лишуним и Аризе и Рабухаим Виталь. Кто такой Рамак? Рабимой Шекардавэра. Так я говорю. Нам сочи. Ты вчера. Фонтан Блю давай. Ах, коль Исраэль мааминим бней мааминим. Но все евреи, они, как дословно переводит, верующие, становя верующих. То есть, здесь Алтарев говорит потрясающую вещь. Он говорит такую вещь. Никому не дано понять на интеллектуальном уровне, как строится наше взаимоотношение с Богом. И только евреи, они просто в это верят. Это объясняет практически все. Возникновение идолопоклонства, еврейская самоотверженность, антисемитизм, борьба за другие народы и так далее. Вот только эта фраза. Так переживаем за их неблагодетенство. Он говорит такую вещь, что много мудрецов, кабалыевцев посвящали свои труды теме односторонним, двухсторонним взаимоотношениям со Всевышним. Тот парадокс, о котором мы говорили. Он говорит, понять это невозможно. Но евреи, они верят. То есть, очевидно теперь, почему возникает идолопоклонство. Потому что для нас, для евреев, вера в абстрактного Бога, для нас не нужна доказательность. Нам не нужно какое-то ощущение. Вот это вот физическое ощущение Бога у нас заложено изначально без каких-либо внешних факторов. нашим предкам он показался реально. Опять же, что значит показался, Марат? Это не было показаться, что на доске написали «Я Бог». Это было совершенно по-другому. Это было именно так, как мы должны его воспринять. Только Всевышний нам немножко мозги раздвинул. И мы его так восприняли. Вопрос, что это все было здесь. Это не то, что Всевышний так открылся нам. Нет, мы раскрылись там. Массового гипноза. Нет. Наоборот. Наоборот. Это был выход Всевышний просто помог нам чуть больше раскрыться и воспринять его так, как он есть на самом деле. Но это все изначально заложено здесь. Все заложено в нас. Так мы рождаемся. Теперь понятно, почему возникает... Понятно, почему... Память об этом лежит в нашей DNA. Exactly. Теперь понятно, откуда возникает христианство. Допустим, для неевреев христианства нет никакого запрета в христианстве. Почему? Ну, потому что не могут они воспринять Бога обстоятельно как такового. Мой Шарабейн сам говорит Богу, то, что мы читаем в прошлой главе, мы же об этом уже говорили. Он говорит, да, мы доперли до того, что Бог везде. Теперь нам покажи Бога, который где-то. И мы говорим, что это абсолютно легитимный вопрос, это абсолютно нормальная попытка восприятия Всевышнего через что-то, через какие-то айтемы, через воздух, через огонь, через солнце, через гетчкос, там, я не знаю, еще что-то. Но, но, для нас этого не нужно, потому что Исраэль потому что мы верим изначально by default. Дальше. Бли шум хакират цехель инуши. Без того, чтобы этому посвящать какие-то усилия человеческого интеллекта. То есть, мы можем, что здесь говорит, Рэбб говорит здесь такую вещь. Он говорит, что мы можем биться головой стенку сколько угодно. Но в конце концов мы можем достичь каких-то высот в понимании Бога. Но в конце концов всегда останется тот уровень, на котором это просто вера. И больше чего, можно доказывать, доказывать и так далее. Сразу говорит о том, что такие выражения, которые в Израиле очень часто слышал, о том, что как эти религиозные не могут быть настолько примитивны в то время, когда так развита наука. Мой отец... В динозаврах не вера. Не, наука очень развита, только она никакого отношения не имеет одно к другому. Это вообще не вопрос, она подтверждает или она привергает всевышнего. Наука здесь ни при чем. Не попадайте Божий дар с яичницей. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это мой папа всегда поэтому очень смеялся. Он говорит, что наука никогда не отвечает на вопрос почему. Вокруг наука всегда отвечает на вопрос как. Любой ученый на самом деле прекрасно понимает, любая точность, будем говорить, тем более у гуманитарных науков, она описывает процессы. Она может описать алгоритм того или иного процесса, который происходит в природе. Но почему от А это идет к Б, наука ответить не может. Она может ответить только как она идет. Поэтому говорить о том, что наука доказала, что Бог есть или наука доказала, что Бог нет, это полная, это на самом деле только недостаточная образованность. Потому что человек действительно понимает, что для него это не может быть вопрос. Я понимаю, почему это говорить, потому что проводится очень много семинаров наука Каббала, Каббала, математика, Холокост, коды чего-нибудь и так далее. Это все кич. Все гораздо проще, чем это. Так. В Мрим Атау Ачло Невраула В Атау Мишу Невраула И как сказано, что ты тогда, когда был сотворен мир, ты тот же, который после того, как был сотворен мир. То есть, в общем, это показывает, что Всевышний никак не меняется. Не до того, не после того. Он остается точно так же. Ничего, что бы мы здесь сделали, мы изменить не можем. Поэтому то, что мы действительно доставляем Всевышнему удовольствие для того, что мы должны выполнять запрещение, что мы выполняем его желание и так далее, остается только на одной вещи. Это вера. И это и есть то буквальное, объективное, реальное восприятие Всевышнего, которое заложено в каждом из нас. Это то, что мы должны проявить самому себе. не знание, но как-то это больше, чем вера. Нет, во-первых, вера больше, чем знание. Вера 100% больше, чем знание. Любое знание можно либо доказать, либо опровергнуть. Ты, Горя, ты не ходишь на начало, так вот ты знал эту манскую закону. Мало ли. Ты же мне сам сказал, ты же мне сам сказал, когда я готовил, мы сидели с тобой на скайпе, и я готовил очередной рассказ про мудреца, я говорю, слушай, не могу найти там про мудреца, липманом, и мальсу. Геря мне говорит, да скажи в любую мальсу, скажи, что я пролезал липманом, мы тебе поверим. Мне придется обратиться вы, что я уже много, я не знаю, что я уже много. Да. Я говорю, Не надо. Уберется муть, бебе, не надо. Ты же пришли к сектору заодно. Чемператору вызывай. Как надо брать? Только и время, тогда еще и... Что? Где здесь номер? Вы знаете, здесь один еврей пришел на Пурим, увидел, сколько народу и сказал, рыбашер, не хорошо, слишком много евреев. Шипсбей живет больше евреев, чем на Брате. Да, сто процентов. Шипсбей это самый большой, по переписи населения прошлого, на Шипсбей живет больше евреев, чем в любом другом районе в Америке. Да. Да. Ну, никто не говорит о соблюдаче, говорит просто о количестве евреев. Кронайцы живет не так много евреев. Они просто... Они просто очень болт. Их практически... Да, или... Много евреев живет, знаешь, в Новосибирске? Нет. Устыни в этом самом... А витамина больше, чем в опте. Там тоже живет много, да. Где? Феникс. Дальше. Да. Нет, там немного живет. Совсем немного. Да. Я проезжал. Дальше. Вейне... Мы после двоеточия продолжаем. Я не знаю точно, у меня чуть другое издание. У вас на той же странице после двоеточия. Мы чуть-чуть начнем, на 6-5 минут, до Марьи, мы начнем новую тему. Вейне, кол Адам и Исраэль и Е, Миша и Е, и вот любой еврей, который, кем бы он ни был, кшит, вонен безе шаг дула, который будет, концентрироваться на этой идее. Идея о том, что кроме, то есть, познать невозможно, что Бог большой, там и так далее, что все заложено на то, все, о чем мы сейчас говорили. В течение долгого времени бехоль йом, каждый день, о чем он должен думать. Эх ша кадош броху мале мамаш, это льоним, ва это тахтуним, ва это шамаем, ва это арец мамаш, мале кола арец кводо мамаш. Да. А в три раза говорится здесь слово мамаш, переводы, сейчас объясню, да, о чем он должен думать, что Всевышний, он наполняет все высшие, все низшие мира, и небеса, и землю, и, 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 слава наполнена, вся земля, весь наш мир, и в конце каждого из этих трех вещей он говорит мамаш. Мамаш, дословного перевода на русский язык не существует. Это типа в натуре. Ну, действительно, такого перевода нет. Ну, кроме того, что это аббревиатура Минаком Мандушнерсона, конечно. А? Как в уголовном переводе. А? Как в уголовном переводе. Да? Что имеется в виду? Это именно то реальное восприятие Всевышнего как объективное как объективное реальность, о котором говорится здесь. То есть, после того, как мы прошли два тех этапа, о которых мы говорили, раньше говорили, повторяли в начале урока. После этого, когда мы выработали в себе вот это восприятие, реальное восприятие Всевышнего, мы должны после этого посвящать каждый день достаточно долгое время. Здесь алтарь вы говорили, дальше будет легче. В начале, очень долгое время мы будем говорить об этом на следующем уроке. Для того, чтобы понимать, что не только мы воспринимаем, не только мы нашли там какой-то клад и мы воспринимаем Всевышнего как объективную реальность. Нет, он объективная реальность для всех. Он объективная реальность, которую наполняют все высшие, все низшие мира. И рай, и ад, и ады, и раи, и все, что угодно, и небеса, и землю, и небо, и весь этот мир. И все, что происходит, это мамыш, мамыш Бог. И ничего другого. Мы сегодня закончим.